смотри какой узенький такой переулочек надо совершенно для автомобилей непригодный поэтому и вот он и вот там люди ходят а что там вот если туда пойти что будет просто маленькие магазинчики то есть это в этом периоде как бы такой шопинг у нас тут но хорошо хотя может пойдем-то может поле или я бы хотел дать и там будет статай колумбу нашли колумбу колумбу значит все это святое но вот перекрестки они нас люди перед переулочки они на самом деле очень приятны то что скажем вот это европа и в италии такие этот этот немножко более такой тут можно даже машину пустить тем более светофор стоит что что это за лифт вот вниз пошел метро спуск в метро а нельзя по лестнице как можно по лестнице можно если с колякой вот тут по лестнице да и вот пожалуйста это театр лисея одна из самых известных площадок мировых оперных поют да и танцуют иногда так театр лисей как-то я по-французски прогундосил но по местному не знаю как хотя куче хотелось думать что это было как по французу большого я работал пособка веков много французской речи на улице в москве бывали когда можно сказать что это вот своего рода такой барселонский арбат а ну наверное да своего рода а в питере есть арбат типа артипа арбата такая улочка но не невские а так вот именно длинные но есть да да я уже был в россии то 7 лет назад поэтому я сейчас тоже особо сильно уже и не вспомню не нет я мы ездим конечно но это обычно по гостям то есть не по музеям по пешеходным улицам приехали в гости и все европа друзья прямо чувствуется от этих вчера вот так самолет садился была америка а сегодня вышел из самолета европа да приятно и не жарко и и не пыльно ну многолюдно безумно конечно это все туристы да вот или это местные тоже тусятку нет местные не ходят это все то есть так хочется как по наехали то но вообще в испании любят туристов то есть и как бы есть ощущение что вот это скажем много чем больше туристов тем лучше экономик там и так далее они платят денежку да ну то есть вот нет такого что понаехали нет иди сюда иди сюда скажи мне какую какую девочек друг подадил вот же в эти шапки да если розочки наверное женские а тут вот их много разных смотри свет иди сюда света иди сюда вот тут разные шляпы я думаю ну с цветочками женская наверное да ну да я уже старикой для мужика эти форме на этот лук сайгер лишь вот такой герл зато смотри тут написано на салона найдет я маленькая будет на тебя это очень просил он маленькая шляпочка да нет слушайте мне хорошо она маленькая друзья вот смотрите что света считает что мне хорошо она маленькая она конечно маленькая но я даже не даже не зова вот цвета но ты знаешь что с твоей курточки вот этой цветастый тебе нужно наверно бунту да вот эту давай у меня курточки разница то есть что ты мне курточки разница но во всяком случае вот этот козырек он как раз тебе по цвету больше подходит а вверх нет по форме не знаю подождем здесь покупать но вот такого типа шляпочки я наверно можно даже чем она готова я не знаю можно поносить неделю оставить в городе да свете понравились такие с короткими полями шляпки она считает что это европейский такой ну одессе написано ларит демар или тосо действительно это здесь есть такое есть люди ходят таких шляпок смотри как они тут уписывают за обе щеки уплетают надо сказать что по количеству татуированных мы находимся примерно как вот в городе санта-круз что на калифорнийщине полно татуированный цвета просто ужас нет барселона против мадрида это две команды и значит соответственно магазин в котором видимо обе эти команды представлены я так понимаю товарами слушай можно так посидеть правда друзья у кого допустим там не отсохло не пересохло они молодые все подряд едят не думают ни о чем думают что они вечные могут конечно вполне вот так сидеть тут и загребили кушать вот пожалуйста друзья будете барселоне идите на эту самую рамбу и тут гуляйте здесь это здорово что не жарко рамбла рамбла вот шляпы света ну-ка смотрим ну-ка смотрим друзья вот шляпы только это мне кажется что это точно женские цвета иди сюда смотри вот это все женское ну это видно что она женская это мужская небольшая не она маленькая так это мужская конечно она маловато она маловато друзья что вы скажете но у нее нету как блеска нету нету шика вот друзья светлана ну ты не выпендриваешь ты покажи товар лицом чё ты так глазки в крови не нравится но написано барселона вот здание красиво там с какой-то мозаикой и плиточками просто выложена а вот тут внизу отдых и здоровое питание испанцы на сказать едят поздно вот могут там в 10 часов вечера пойти кушать это обычное дело и не полнеют то есть это правильное место для проведения диетических семинаров как мы приехали это место называется коста браво до коста браво дель марк нет просто браво это побережье до город называется тоса дель марта садель марк а побережье это что провинция побережья нет это просто участок прибрежной земли давайте так чтобы не запутаться в место где мы со светлана и будем называется тоса дель марк тоса дель марк друзья тусуемся у моря я так перевожу по простому тоса это тусовка нет а что такое тоса просто название должен же быть смысл да очень люди ну прямо арбат я же говорил арбат вот пожалуйста с картинками но цвета хочешь картинку а чем как куда вот пожалуйста женщина уже почувствовала тут искусство нет зачем я и так такой чем я так рисовать и зачем передавать мой правдивый образ ты нарисуй меня так чтобы я сам себя не узнал вот это искусство да друзья я вот говорю что что столько людей то банк санитарных условиях питаются а мне говорят так и место такое что народ привык и им как бы даже вот санитарных условиях уже даже и нет такого кайфа ну наверно в этом есть что-то да сидишь хорошо много народу курит знаете прям так по улице идут и смолят не 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 по-американски хотя наверное в америке есть места где так тоже я не знаю но не в калифорнии мы пошли такой улицей ну не могу сказать что ух маленьким переулочком но во всяком случае не не самая магистраль где ходят толпы так по чуть-чуть по чуть-чуть а уже с нее свернем какой-нибудь маленький переводчик тут вообще рестораны работают по какому-то необычному расписанию сейчас мы спросим павла нам рассказать скажите пожалуйста вот еще раз про рестораны и их расписание вот время работы вот мы сейчас идем сейчас сколько времени сегодня и пять часов часов вообще вообще до стороны пола боль извините да вообще испансы испанские рестораны для испанцев работают таким образом они работают в обед в обеденный перерыв это с часа до трех или до четырех потом закрываются и открываются только в 7 38 вечера я здесь с утра когда они на работу идут они не не хотят там покупать рестораны не открывается есть бары где они приходят опять же берут бокальчик пива бутербродик и в принципе на этом все заканчивается итак они пообедали потом ресторан закрылся потом открылся вечером и до до последнего клиента как правило в целом это в районе часа ночи наверное потому что испанцы очень поздно ужинают то есть они действительно могут только сесть ужинать в районе 10 вечера но они ужинают плотненько или так прямо вот как птички они ужинают плотненько я бы не сказал что как птички но и при этом ничего вот на них как-то да вот средиземноморская диета свежие овощи то есть она и калорийная их да они пошли сюда пошли туда пошли так значит средиземноморская диета значит они едят овощи ну или сном перед сном овощи у них люди живут явно и они едят и мясо и рыбу просто это все свежие и да и как правило это вот всегда рыба мясо это картошка фри как правило для всех и овощи свежие french fries это обычные помидоры огурцы то есть может быть какой-то салатик это но есть такой салат микс то называется то есть это лист салата это свежий помидорчик оливка там 1 2 3 может быть там практически без калорий обязательно оливковое масло конечно масло же с калориями это хорошее масло здоровая пища за к закусь закусывают очень вкусная картошка которая не была жареная такая вареная но не пюре а просто вот сваренная картошка и ничего вот если ты хочешь брать салат или принесут порционно еще отдельную порцию сбористать куча какие домики да на деревьев деревья и написано по пассаж дилепан дилапаз вместе по-французски как они как они прочтут этот пассаж как уж как он стал интересно своим автомобилем это на самом деле такое ощущение что боком занесли потому что заехать сюда нельзя друзья вы видите что заехать сюда нельзя практически мама так вот давайте в ту сторону посмотрим очень симпатичная ну архитектура здания очень симпатичные здесь вообще такие знаете парковки страшные друзья то есть узкие вот так смотришь думаешь как что заехать то да но старый город что же что что вы хотите я чувствую что мы придем сейчас какому-то месту где очень шумно потому что много людей а может быть это вот этот ресторан я понял это ресторан там окно открыто и там шумят я понял вот уже друзья переулочек поменьше ну да вот зачем-то вот они раскрашивают эти гаражи так но чтобы не было странно так надо сказать что иногда даже вот и русскую речь можно услышать здесь пойдемте тут как-то погрязней это мешки с мусором или может быть концу дня тут тут собирает и не знаю с чем связано вот так чтобы мешками мусор был ну вот слушай а тут люди живут то есть там цветочки у них вот во всем этом деле живут люди да деревья растут прямо на балконах а это что такое выпивка орешки барселона сейчас там друзья там кепочки как мы хотели посмотреть надписью барселоны класса реал королевская площадь красиво и тоже вот вы видите всюду сидит наш брат турист и наворачивает наворачивать свой ужин тут акробаты перед до посмотрите я не знаю обидно нет вот эта группа акробатов они там развлекают народ пальмы какой дворик друзья симпатичный прям таки отдает света старым арбатом местами да светлане не нравится когда я сравниваю ну а что делать если так вот переходят сравнение на ум хорошо вообще на сказать света то что мы с тобой на но не то что на диете а так и откал питаемся здоровым питанием это создает такой хороший положительный момент потому что ты смотришь на это на все и совершенно нет желания даже по поводу что понимаешь что невозможно правда я уже даже знаю что боже что они кушают это мороженое но вот мороженое без молока я бы попробовал этот щербет а так это как ну щербет но потом сахара о нет это ужас это не за у меня даже не возникает это смотри там такие буйства неистовство всякого такого я думаю но а мы то понятно чтобы ни при чем то это я могу смотреть как на просто украшение такое чисто декоративное где нет персонального отношения бабушка модная мишними я снимаю бабушка да 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 очень хорошая бабушка ресторанчик тоже совершенно замечательный старбакс друзья вот она америка от которой никуда не спрячешься вот тут испанские рестораны бары и рядышком бабах старт бакс хотите копейку может быть не не здесь нет где ой мама родная вот это переулочек да я не знаю куда он выведет нас там шмотки висят уж пойдем сходим действительно такое это же где ж такое смотрите друзья там ну между стенами метра ну 2 вот метра 2 и там наверху вы видите у людей сушатся шмотки они их там постирали и они сушатся вот здесь магазинчики с какими-то покрывалами дать на что это ну что-то что-то то есть наверно есть какой-то поток людей здесь которые могут иногда что-то покупают я даже не знаю вот и тут магазинчик что-то такое специфическое да вот туда вот вот шмоточки 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 то такое произведение прям как юный маяковский прям так рисует так вот шляп это где света вот шляпы смотри это специализированное место это то что нам нужно то сказать друзья мы продемонстрировали сейчас еще один раз что если ты к чему-то стремишься и настойчиво идешь к цели то сбываются мечты эта мечта сбылась у меня в виде кепки друзья кепка американская фирмы stetson вот но надо сказать что в этом магазине они все были фирмы stetson поэтому как-то все мечты все мечты были американскими вот тут это это какой-то бутик прямо посмотри как все красиво красивые рюкзачки вот так вот так друзья бродишь бродишь по закоулкам даунтауну это не даунтаун по туристическим местам короче бродишь и обязательно на что-нибудь набредешь это называется активная жизненная позиция вот за это нас туристов и любят эту шляпу в чемодан даже я не знаю света у меня теперь две шляпы в одной я приехал производства братской мексики вот ахтики знаешь я помню мы по италии ходили я что-то купил оказалось американское так хотелось мне что-то итальянского такого модного знаешь и чувствую моё раз она американская да так от себя не уйдешь друзья но вопрос на самом деле стоит так а нужно ли от себя уходить в местами я бы сказал что есть некоторая за трапезность которая вот в частности происходит этих странных гаражных дверей которые так покрашены ну хорошо так вы вышли на какую-то площадину а помнишь в италии свет там себе мороженое такие магазины с мороженым это вот я забыл как она называется такой желата да и там прям мороженое 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 так ну что и павел нам должен сказать куда мы попали я не знаю да все те же флаги висят типа подайте нам независимости говорят люди кричат кричат флаги вешают здесь очень мило здесь вполне можно было бы провозгласить независимость если вот такое настроение пришло да да это как раз чтобы не все не было желания так полиция как мы сюда теперь то полиция стоит хорошо так выглядит все нормально да да тут строго у них с этим делом вот дима инка из сушат и сказал ну немножко за гном по английски сказал молодец смотри то есть им не разрешают а то есть они может быть с радостью бы с девчонками там красивыми все но им не разрешают народ горячий дальше только разреши фото делать они вообще автомат день забудут да слушай мексиканский флаг и богу он там каталанский наверху а рядом с ним мексиканский порванные совершенно а это год наших посадили вид отпустите наших это на борцы за независимость да плакат такой политические независимости требует а им не положено по как бы по конституции не положено это не тюрьма но это чтобы свободный человек туда не залез и не натворил человек и не попал потом в тюрьму может это помогает не попасть в тюрьму мило очень мило если бы еще друзья видели как я красивый иду в своем новом кипоне тогда будет видно меня и не будет видно этих зданий ах света как как мало в жизни совершенства вот если бы и меня и кипон и ты такая красивая и все такое зайчики я не претендую просто иногда хочется к решетка хорошая решетка добрая если добротно сделано а а а и и и и и